Ох, как иногда нас с вами пугают какие-то новости, которые появляются в социальных сетях. Увидели где-то заголовок, у кошки зафиксировано бешенство, и испугались всем. Стоит ли этого бояться, как это диагностировать, и чем это опасно для человека, и вообще, как проверять своих животных на наличие опасных заболеваний? Об этом будем говорить с нашим постоянным экспертом, врачом-ветеринаром Николай Леонов на студии. Здравствуйте. Доброе утро. Но всё-таки бояться, не бояться, или успокаиваться, и на эти новости реагировать как-то нейтрально. Вот чтобы не бояться, нужно заранее об этом думать, и это одно из таких заболеваний у животных. Звучит это страшно, но всё на самом деле проще, потому что этого можно избежать на 100%. Каким образом? Можно вовремя прививать своих животных против бешенства и других инфекций в том числе. Вот. Такие новости, они всегда, конечно, шокируют, но, опять же, нужно не забывать, что это природное очаговое заболевание, да, наш город окружает леса, и как раз главное звено в бешенстве, да, в переносе – это лисы. Нужно опасаться, да, природный очаг, нужно опасаться. У нас на самом деле всё довольно благополучно, поэтому прямо так страшно ходить по улицам. Да нет, не страшно, всё будет нормально. Просто вовремя нужно, конечно, проевать своих животных. Первичная вакцинация от бешенства у нас в три месяца проводится. Это всё у нас прописано во всех наших ветеринарных правилах, и в том числе и в законах. И вакцинация должна повторяться ежегодно. И на самом деле многие владельцы боятся этой вакцины, не дай бог поставить нашему питомцу. На самом деле это одна из самых мягких, хорошо переносимых вакцин. И здесь даже не зависит от производителя, у нас многие владельцы начали бояться, что у нас есть российские вакцины, есть импортные, импортные, лучше российские, хуже, ничего подобного. У всех препаратов есть свои плюсы и минусы, но вакцина от бешенства очень хорошо переносится с одной из самых давних вакцин. И на моей памяти не было ни разу, чтобы какое-то животное перенесло плохо или как-то болело. Да, когда мы ставим в комплексные вакцинации, там, конечно, могут быть реакции. Это нормально, когда, особенно у котенка или у щенка, мы вводим сразу комплекс антигенов для того, чтобы иммунитет начал вырабатывать антитела, чтобы они на протяжении какого-то времени защищали его и нас, в общем-то. Также, конечно, могут быть температурные реакции. Они обычно кратковременные, проходят в течение суток. И здесь вот как раз очень тоже важный момент. Нужно прийти, сделать вакцинацию и потом не сидеть, не ждать, когда это пройдет. Или животное не ест, или температура повысилась. Нужно сразу позвонить в ветеринарную клинику, показать ветеринарному врачу. Это все решается очень и очень быстро. И не нужно особенно где-то читать в интернете о том, как это все страшно. Нет, нужно просто сказать об этом врачу. Это все решится за 5 минут. Иногда вводятся препараты, которые корректируют температуру. И через 2-3 часа животное уже... Мы привыкли ассоциировать вообще диагноз бешенства и вообще само это слово только исключительно с собаками. Еще поэтому многие и удивились, и испугались, когда речь зашла о кошках. Собаки, кошки. И кошки. Все этому подвержены. И все могут передавать человеку в случае, если хозяин не озаботился о вакцинации заранее. Правильно? Нужно понимать, что заражение происходит через слюну. Не обязательно это должен быть укус, может быть рана, на которую попала слюна. Это одно из обязательных условий. И здесь неважно, собака, кошка, ежик или еще кто-то. На меня один раз кошка напала. Представляете, я хотел колбаску дать кошке. Она гуляла по территории банного комплекса. Мы с друзьями приехали, я думаю, дай колбаску кошке. Я ей дал. Она как схватила меня вместе с рукой, эту колбаску. Может быть, кошка была голодная. Ну, я вот думаю, мы уже не проверим сразу. То есть я у нее не мог допытаться потом, бегал за ней спросить, есть у нее паспорт или нет. Да, есть паспорт у нее с вакцинацией или нет. Скорее всего, нет. Но вот я думаю, уже почувствовал бы. Ну, конечно, эта инфекция развивается в основном в хронической форме довольно долго. И здесь большой плюс в том, что вакцина-профилактика даже уже, когда был укус, работает у человека очень хорошо. И здесь нужно не бояться сразу обратиться в травмпункт. А людям, которые работают с животными, нужно все-таки поставить тоже привку от бешенства. И для того, чтобы потом не думать, она точно так же у людей переносится довольно замечательно. И стоит задуматься. Ну, и, во-первых, конечно, соблюдать меры предосторожности. Никогда особо не подходить к бездомным животным, к животным на прогулках. Интересоваться после укуса у владельца, привито животное или не привито. Даже можно спросить паспорт в любой ветклинике. Это все отмечается. И мы ведем журнал о вакцинации, который передается на Горвиц-станцию. Поэтому здесь важно что? Запомнить, что вакцина работает. Бояться ее не нужно. Приваться нужно ежегодно для того, чтобы потом не паниковать. И сейчас, кстати, работают пункты вакцинации в том же солнечном. Подойдите, привейтесь, не бойтесь. Даже если у вас маленький котенок или у вас взрослая собака или старенькое животное, все они одинаково переносят. Противопоказаний практически нет. Что такое диспансеризация, если мы говорим о животных? Да, вот как раз диспансеризация и входит в том числе и вакцинация, и вакцинопрофилактика. Но также входят разные мероприятия, которые направлены на то, чтобы мы раньше выявили какие-то заболевания. Если у нас кошка или собака, скажем, до 5 лет, желательно раз в год проходить, что мы делаем? Это осмотр, это анализы крови, это общий анализ, это биохимия крови. Общий анализ нам показывает, в общем, как всё у нас работает. Биохимия крови, функциональное состояние органов. И если требуется, мы проводим УЗИ или рентген-диагностику для того, чтобы на ранних этапах заметить какие-то проблемы, решить их, и потом не сталкиваться с последствием этих проблем, потому что они могут быть уже серьёзнее и, на самом деле, и затратнее потом это всё вернуть в нормальное состояние. Если у вас животное старше 8 лет, желательно проводить 2 раза в год такой мини-чекап для того, чтобы, конечно, выявить также проблемы, особенно у кошек, это хроническая болезнь почек, это проблемы с зубами, сортовой полостью собак. Это, конечно, различные аллергические реакции или атопия, да, атопический дерматит. Также различные проблемы репродуктивных органов, если ваша собака не стерилизована и использовала свои продукции. Здесь это всё очень легко, не страшно точно так же. И, конечно, ещё важный момент. Мы не забываем, что кроме диспансеризации есть ещё профилактические различные моменты, в том числе туда входит дегерметизация. Мы не забываем обрабатывать животных от паразитов, особенно если есть семьи и дети, даже если их и нет. Собаки и кошки ходят на наших ковриках, гуляют по улице, знакомятся с другими собаками и кошками, общаются, облизывают их. И это может быть фактором передачи паразитов. Погладили кошку, руки не помыли, вот вам и... И привет. Диспансеризация касается только кошек и собак, или всех остальных тоже туда берём? Да, на самом деле, для всех это важно, и для всех это применимо. И для присмыкающихся, и для морских свинок и хомяков все они нуждаются в сезонных обработках, осмотрах, для того, чтобы жизнь их была долгой, а вашей счастливой. И чем меньше мы посещаем ветеринарные клиники, и по поводам профилактическим, тем рады врачи больше всего, потому что потом не будет таких проблем серьезных, которые приходится решать, и владельцы не рыдают потом в очереди, что мой питомец заболел, что же с ним делать. Спасибо, Николай. Да, давайте будем прислушиваться к мнению специалистов. Николай Леонов, ветеринарный врач, эксперт нашей программы. Каждый вторник в нашем эфире.